Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники. Я надеюсь, со звуком у нас все в порядке и можно начинать нашу сегодняшнюю встречу. Встреча у нас будет посвящена созданию виртуальных выставок. Тема такая благодатная, многоаспектная, о ней говорить можно много. Каких только виртуальных выставок сейчас не появляется в сети. Я выбрала один из аспектов этой темы. Расскажу о создании интерактивных и мультимедийных выставок. Когда выставки это не просто слайды с обложками книг и описаниями, но еще когда выставка включает в себя какие-то интересные интерактивные вещи, то есть взаимодействует с читателями, с пользователями, либо предоставляет какие-то мультимедиа объекты интересные, погружает в тему таким образом. Вот о таких интересных и необычных виртуальных выставках сегодня и пойдет речь. Если говорить о плюсах виртуальной выставки, то, конечно, их достаточно много. Во-первых, то, что она работает в режиме 24 на 7, то есть размещенные в интернете чаще всего виртуальные выставки именно с этой целью создаются, к ним читатели имеют доступ в любое время дня и ночи, когда им захочется. На виртуальную выставку вы можете поместить любое количество документов, не только книги из фонда библиотеки, но, может быть, и книги, представленные в других библиотеках, но к которым вы можете предоставить доступ, которые можете предложить читатели, электронные издания в любом количестве. Если маленькая библиотека и реальную выставку поставят затруднительно, то на виртуальную поместится достаточно много материалов. Самое главное, что в виртуальную выставку можно добавить разные дополнительные материалы. Аудио, видео, игры, викторины, опросы, разные встраиваемые объекты, гиперссылки, ссылки на другие веб-ресурсы, многое-многое другое. Ну и по сравнению с реальной выставкой, выставка виртуальная не потребует специального оформления. То есть не нужно искать художника-оформителя, который нарисует заголовки, красиво все распечатает. Практически виртуальную выставку можно делать очень неограниченным количеством сотрудников, без участия художников-оформителей. И, собственно говоря, сервисы это и позволяют. Много красивых, необычных шаблонов позволяют сократить затраты на создание такой выставки. Если говорить о том, что можно поместить на виртуальную выставку, то чаще всего, конечно же, начинают с обложки книги и с аннотации к этой книге. Третьим пунктом у меня идет библиографическое описание. Я тут недавно, отвлекаясь немножко от темы, посмотрела один краеведческий семинар, где говорилось о том, что библиографическое описание на выставке не нужно. Читателю это неинтересно, но это просто загромождает слайды. И, собственно говоря, это какая-то абракадабра для читателей, набор каких-то символов. И, собственно говоря, ему это на выставке видеть не хочется. Вот с этим можно поспорить. Есть и такое мнение, и прямо противоположное. Но отказываться полностью, наверное, не стоит. Вполне возможно, библиографическое описание все-таки имеет место быть. Что еще можно добавить? Если у вас есть какие-то идеи, что можно интересненького добавить на виртуальную выставку, то можете в чат накидать свои варианты, а я открою, что у меня получилось. Чаще всего, конечно же, мы представляем книги, журналы, газеты на выставке, иллюстрации, естественно. Сейчас одно время получили популярность выставки одной книги, когда вся информация вертится вокруг одного издания. Это действительно получаются интересные представления, презентации, в которых мы получаем информацию об авторе книги, о ее экранизациях, о использовании ее мнения читателей, разные игры, викторины, посвященные этой книге. Это действительно интересная такая тема. Естественно, музыку, аудиофайлы, либо как фоновое сопровождение в виртуальную выставку, либо как внедренные объекты, например, чтение стихов, отрывков из произведений, довольно популярная вещь. Много добавляют видеоконтента. Виртуальную выставку фильмы, буктрейлеры, спасибо за QR-коды, видеоспектакли, слайд-шоу, которые делают библиотекари, либо читатели. Популярными стали выставки творческих работ по страницам книг. Может быть, это не традиционная выставка в прямом смысле слова, но, например, рисунки маленьких читателей, прочитавших, познакомившихся с книгой, которые можно представить в интересной виртуальной выставке. Выставки и тематические подборки, когда мы собираем несколько интересных веб-ресурсов и представляем их в виде такой вот подборки. То же самое подборка статей из журналов и газет, которая называется красиво пресс-клиппинг. Разные выставки-открытки, плакаты, где представляются тоже разные виды контента и оформляются соответственным образом. Да, спасибо, инфографика у нас еще дополнилась сюда, все верно. Я бы еще добавила разные интерактивности, ленты времени, например, какие-то, может быть, виртуальные экскурсии по страницам книги. Ну, в общем, много-много всего выставка может в себе аккумулировать. Еще, может быть, услуги библиотеки. Например, если вы какую-то книгу даете на выставку, ее можно дополнительно заказать, почитать в электронном виде, то можно дать ссылку на заказ, либо предоставить ссылку на то, как ее можно почитать в электронном варианте. Самое главное в таких выставках – это, конечно, интерактивность, взаимодействие с пользователями, вызывание у них интереса, демонстрация книг. Ну и, соответственно, главная цель – заинтересовать книгой, побудить читателя ее прочитать, либо пройти в библиотеку, либо взять ее в электронном формате. Ну, давайте уже ближе к технической стороне вопроса пойдем. Если посмотреть так приблизительно, я в процентах не высчитывала, но мне кажется, что в процентах 80 виртуальная выставка чаще всего – это выставка-презентация. То есть делается она на основе слайдов, и начиналось все с PowerPoint. PowerPoint не сдает свои позиции, все-таки виртуальные выставки в PowerPoint очень популярны, их много. Но я сегодня расскажу об онлайн-сервисах, которые позволяют сразу эту презентацию опубликовать в сети, не заботиться о том, куда ее залить, что с ней сделать дальше. Здесь вы работаете прямо в режиме реального времени в сети интернета и создаете свои интересные публикации. Ну, начнем с самого простого, то, что всегда есть под рукой, то, что на русском языке. Я сейчас, как всегда, буду ссылки в чат отпускать, публиковать разные на виртуальной выставке. Если у вас скорость позволяет, можете походить по выставкам, посмотреть. Может быть, что-то вам понравится из этого. Сейчас я сразу три ссылочки отправлю, самые разнообразные. Это выставки, созданные на основе сервиса Google Презентация. Я о нем уже на предыдущих вебинарах рассказывала, но для тех, кто впервые у нас и не был на прошлых, я еще раз то же самое расскажу сейчас. Итак, Google Презентация – это сервис, переведенный на русский язык. Хорошо работает, если у вас уже создан аккаунт Google. Именно с Google Аккаунта и требуется здесь регистрация. После получения этого аккаунта вы заходите в свой Google Диск, выбираете опцию «Создать» и создаете Google Презентацию. Что она умеет? Самое главное, что умеет эта презентация, это дает возможность для коллективной работы. То есть вот та самая интерактивность, о которой я начинала говорить, здесь в полной мере представлена. Вы можете совместную работу организовать по созданию этой презентации. Возможно, сначала с коллегами. Например, создать одну общую выставку, скооперировавшись с несколькими сотрудниками. Каждый получает по слайду или по разделу этой выставки и работает над ним все в режиме реального времени в одной презентации. Можно организовать совместную работу с читателями. Например, у вас какая-то проектная деятельность в школьной библиотеке, например, и вот вы раздаете каждому ученику по слайду, и они над ними работают. Создаем выставку по творчеству какого-то писателя. Что еще умеет Google Презентация? У нее есть несколько шаблонов для оформления. Не так много, но они присутствуют. Если шаблон не нравится, можно всегда импортировать из PowerPoint. И наоборот, готовую созданную Google Презентацию вы всегда можете скачать к себе на компьютер в разных форматах, ну и затем использовать в работе, если она необходима. Как выглядит рабочее поле и как может выглядеть такая выставка? Вот, например, интерактивная виртуальная выставка. Это первая ссылка, которую я вам отправила. В чем необычность такой выставки? Чаще всего в PowerPoint, когда мы создаем, там читатель просто вынужден листать слайды, рассматривая все книги, которые представлены на выставке. Возможность интерактива проявляется в том, что на первом слайде ему предоставляется право выбора. Вот набор книг, представленных на этой выставке. Все приближено к реальному варианту, как будто бы книжки стоят на полке. И вот каждую из этих книг можно, виртуально говоря, снять с полки, полистать, посмотреть, познакомиться с этой книгой. Вот в этом, собственно, и заключается интерактивность. Это все реализовано средствами Google-презентации. Расскажу, как можно это сделать. Ну, на слайде вы размещаете вот такую полочку, а дальше начинаете работать со слайдами. Все очень похоже на PowerPoint. Тут еще и на русский все переведено так, что все несложно. Рабочие инструменты я ввела в красную рамочку. Файл – это различные действия с презентацией. Опубликовать, например, если в сети интернет, скачать и импортировать. Это все делается через эту вкладку. Правка – это разные функции редактирования. Копировать, вырезать, отменить действия и так далее. Далее. Вид – это предварительный просмотр того, что у нас получилось. Вставка. Вот эта кнопка, пожалуй, самая главная здесь. Она добавляет разные объекты. Какие интерактивные объекты можно сюда добавить, кроме текстов и картинок? Сюда можно добавить аудио, звук. Можно добавить на слайд. Но звук этот заранее должен быть загружен на Google Диск. То есть просто напрямую с компьютера не получится. Вы сначала звуковой файл загружаете к себе на диск Google, ну и затем сюда его вставляется. Видео тоже можно добавить. Видео добавляется по ссылке из YouTube. Что еще тут можно? Различные линии, таблицы, объекты WordArt. Ну, собственно говоря, стандартный набор – то же самое, что мы и в PowerPoint видим. В разделе «Слайд» можно поменять тему оформления, добавить переходы между слайдами. Инструменты – это дополнительные возможности. Например, голосовой ввод текстовых заметок к слайдам или проверка правописания. Но это уже такая не очень активная кнопочка. Далее, с другой красной рамки у меня выделены настройки доступа. Это как раз та кнопка, которая позволяет добавить соавторов в презентацию. Пригласить их можно по электронной почте. Самое главное, чтобы у них тоже были аккаунты Google. Хотя вы можете открыть презентацию для редактирования всем и поделиться просто ссылкой. Тогда работать в ней смогут все, даже если у них нет никакой регистрации. Такие два варианта. Если мы хотим добавить немножко движения, анимации, добавить гиперссылки. И вот, собственно говоря, вот такие вот навигацию внутри слайдов. Как сделать? Чтобы, нажав на первой страничке на обложке книжки, мы переместились на нужный слайд с этой самой книжкой. Для этого нам поможет правая клавиша мыши. Выбираем любую картинку, любую обложку книги. Правой клавишей мыши на нее нажимаем. Открывается контекстное меню, и мы выбираем из него такую опцию, как гиперссылка. Гиперссылка может ввести на другой сайт, на веб-ресурс, либо она может ввести на какой-то слайд. Выбираем опцию слайды в презентации. Я ее тоже в красную рамку вынесла. Открывается список всех слайдов. И вы на нужный слайд наводите навигацию. Работает это так. Сначала создаем все слайды, а потом внутри, между ними устраиваем вот такую навигацию. Точно так же вы ставите кнопку назад, чтобы можно было вернуться на первый слайд, и тоже настраиваете через правую клавишу навигацию. Дополнительно вверху есть еще кнопочка, если правой клавишей мыши вдруг забудете, еще есть кнопочка со значком цепочечки. Вот она, гиперссылка. Также правая клавиша мыши открывает опцию «Анимация». Появляется кнопочка «Анимировать». С правой стороны появляется целое окошко для анимации. Там у нас переходы между слайдами и разные типы анимаций. Появление объекта, например, и так далее. Анимации здесь не так много, как в PowerPoint, но оно минимальное, поскольку Google ориентирован прежде всего на функциональность и простоту. Что еще здесь можно добавить к его возможностям? Скачать и опубликовать в сети интернет нам пригодится. Опубликуем в сети для того, чтобы можно было разместить эту презентацию у себя на сайте или в блоге библиосеки, если необходимо. Ну а скачать для оффлайновой работы. Но надо помнить, что если мы скачиваем презентацию со встроенным файлом, например, видео с YouTube, то без привязки к интернету он не заработает. Дополнительно можно разрешить читателям комментировать выставку. Разрешаем им комментарии через кнопку «Предоставление доступа». Выставляем опцию «Разрешить комментировать» и теперь читатели могут оставлять комментарии к слайдам и к любым объектам на экране. Например, у вас видеоролик вставлен, они могут его выделить, щелкнуть по нему и сбоку написать комментарий. Таким образом можно получать обратную связь. Все тот же самый интерактив работает. Похожий сервис на Google не такой известный, немножко тяжеловатый. А работ в нем создано не так много. Я нашла вот одну виртуальную выставку в сети интернет. Возможно, кто-то из вас работал, может поделиться своими впечатлениями о нем. Называется он «Зоха-шоу». Вообще «Зоха» – это целый набор инструментов, примерно как Google. Есть и «Зоха» для создания тестов, и для создания презентаций, и просто «Зоха-документы». Ну вот, Google на минималках, да, примерно так. Хотя не такие уж здесь и минималки. Все те же самые опции здесь тоже доступны. То есть можно и коллективную работу организовывать, и шаблоны использовать, загружать изображения, видео, аудио. Что самое замечательное, видео и аудио можно грузить прямо с компьютера со своего. Но если и хотим, то видео можно с YouTube добавить. Есть хорошие настройки для анимации. Сейчас на следующих слайдах покажу. Импорт и экспорт работают в обе стороны. Так что здесь все отлично. Регистрируемся мы по адресу электронной почты. На что сразу обращаю внимание. Грузиться будет немножко дольше, чем Google. И нужен либо компьютер чуть посильнее, либо терпение чуть-чуть побольше, чтобы поработать. А вообще он довольно простой. Сейчас он вообще переведен на русский язык. До этого был англоязычный. Сейчас такой более понятный на русском языке переведенный. Кнопок здесь еще меньше, чем в Google. Здесь все уже даже подписано. Ничего нажимать не нужно. Здесь тексты, изображения, фигуры, таблицы, диаграммы и мультимедиа. Совершенно спокойно вставляются на слайды. В мультимедиа имеется в виду аудио, видео. Дополнительно здесь есть опция «Встраиваемые объекты». У Google презентации как-то эту опцию обошли стороной, я ее не нашла. А вот здесь можно встроить объекты, созданные на других сайтах. Открывается список этих сайтов, с которых можно встраивать. Там очень много сервисов. Но большая часть из них, надо сказать, у нас в России не очень используется. Но тем не менее, например, там есть Google карты. Можно карту попробовать ставить на слайды. Так что инструмент довольно хороший, требует чуть больше внимания, чем Google. Но оно того стоит. Анимация и навигация. Как здесь все работает? Анимацию создатели вообще вынесли в отдельную графу, чтобы мы ее не искали. Она с правой стороны. Кнопка «Анимация». Если ее нажать, мы увидим здесь огромное количество эффектов, почти как в Powerpoint. Эффекты на вход, на появление объекта, на его выделение, на выход, путь, перемещение по слайду. И огромный список к каждому из видов эффектов. Дополнительно здесь разные красивости для картинок, например, предусмотрены. Красивые вырезные рамочки, тени, штриховка, перевод в сепию и обратно, в черно-белый. В общем, тут такое, больше красивостей. Очень достаточно хороший набор шрифтов, и многие из них поддерживают русские. Это приятно. Далее. Точно так же правая клавиша мыши отвечает за дополнительную навигацию. Щелкаем по любому объекту, открываем правой клавишей мыши, выбираем ссылки и выбираем ссылки на слайд. Здесь даже еще подробнее, чем у Google. В Google просто номер слайда, а здесь написано, что можно сделать прямо на первый слайд. То есть не считать эти слайды вручную, а на последующий, на следующий, на предыдущий и так далее. Но можно и по номерам, как угодно, как удобнее. В общем, здесь все так очень хорошо продумано, очень так все удобно, приятное впечатление оставляет сервис. Здесь есть точно так же возможность доступа. Либо вы можете разрешить с автором поработать, либо вы можете разрешить комментарии оставлять. Вы можете загрузить свои слайды и здесь с ними поработать. Вы можете опубликовать в сети интернет, получить код и ссылку, чтобы встроить на сайты и в блоге. Комментарии. Точно такая же примерно кнопочка есть. Правда, они там чуть ниже, чем у Google, но тоже с правой стороны. Если открыть доступ к читателям, то они могут комментировать вашу работу. Такая вот интересная вещь. Давайте поедем дальше. Еще один сервис русскоязычный. Называется Canva или Canva по-разному. Сейчас опять пару ссылок добавлю вам в чат. Чем хороша Canva и чем она отличается от предыдущих сервисов? Здесь еще больший уклон в красивости. Такой сайт, сервис для создания разных... Сейчас подберу слово, это подходящее. Различного визуального контента. Презентации, инфографики, разные афиши, флайеры, электронные открытки, многое-многое другое. Canva условно-бесплатный сервис. То есть часть шаблонов здесь будет идти за деньги и часть возможностей будет платная. Но зато здесь неограничено количество работ, вы можете создавать их бесконечно практически. Правда, там дается небольшое ограничение, 10 гигабайт, дают для всего творчества. Когда кончится, тогда не знаю, чего будет, у меня пока не кончилось. Далее, что касается презентаций. Там не так много шаблонов бесплатных, но зато внутри шаблона вы можете менять темы оформления, шрифты переставлять, добавлять какие-то элементы из других шаблонов. В общем, под свой вкус и на свой вкус все это переделывать. Можно с нуля начать. Готовую презентацию можно сразу скачать к себе на компьютер в формате PDF. Единственный недостаток в этом сервисе, что мне не очень нравится, это то, что не все шрифты поддерживают кириллицу. Там придется повозиться. Да, есть образовательный тариф, если ваша организация даст вам добро, то можно попробовать возможность получить образовательный тариф, и тогда бесплатно у вас будут все возможности для работы. Ну, давайте смотреть. Вот, собственно говоря, шаблоны презентации. Можно с нуля, можно что-то взять из шаблона. Тут некоторые прямо уже с содержимым. Ну, например, презентация по истории архитектуры. Убираем все содержимое, добавляем свои надписи, добавляем свои объекты, что можно добавить смотрим. Надо сказать, что здесь не только презентации стандартные, есть презентации викторинные. Ну, я просто взяла этот шаблон со змейками, все животных называется, это викторинка. На его примере открыла, чтобы поле было. Ну, собственно говоря, здесь работаем так. Сгружаем шаблон, убираем содержимое, добавляем свое. Что можно сделать? Загрузки позволяют загружать свои фотографии, картинки, рисунки, которые вы сюда будете вставлять. Вкладка «Элементы» позволяет открыть библиотеку изображений самых разнообразных, которые здесь на карте. Здесь есть хороший поиск, он на русском языке, поэтому если нужно какую-то конкретную картинку, то можно через поиск попробовать ее поискать. Тексты добавляются через кнопку «Текст», музыка, соответственно, через музыку, видео с YouTube по ссылке добавляется, фон меняется. Если здесь большая библиотека разных фонов, в качестве фонов вы можете взять и свою картинку, если необходимо. Ну и папки для того, чтобы структурировать свои созданные работы, тоже можно здесь создавать и с ними работать. Если открыть еще кнопочку, которая называется «Многообещающие еще», то здесь как раз можно загружать гугл-карты и видео с YouTube. Плюс каждому элементу, который здесь находится, вы можете настроить анимацию. То есть выделяем, например, вот я надпись вынесла «Все животные» и появляется вверху поле для редактирования текста, например. Вот, например, нажимаем на кнопку «Эффекты» и в этом разделе мы можем настроить анимацию, различные применить эффекты к этой надписи, сделать ее покрасивее, поудобнее. Такой интересный инструмент, где можно за настройкой, за такими приятными мелочами провести не один час. Получится действительно очень красиво и стильно, самое главное. Ну вот, я кнопочку еще открыла. И смотрим, что здесь не только видео с YouTube, а здесь еще много других сервисов перечислено. Ну, Google карты я уже назвала, а вообще можно попробовать встраивать, например, если у вас есть аккаунты. Можно с Facebook попробовать подтянуть контент из Flickr, это хранилище для изображений. Ну, с остальными я хуже знакома. Ну, вот полный перечень того, что можно вставить внутрь этой презентации. Если вам она не нужна в формате PDF, вы можете получить ссылку и код. И встроить ее по коду или по ссылке на свою страничку на сайте в блоге. Сервис постоянно меняется, появляется что-то новенькое, поэтому приятно следить за обновлениями. Хотелось бы большое пожелание к создателям побольше бы шрифтов, которые поддерживают русский язык, или хотя бы их как-то выделить среди массива шрифтов. Потому что реально вот поиск шрифта, например, это моя больная тема, но приходится потратить довольно долгое время, пока что-то найдет подходящее. Свой шрифт можно загрузить только в платном аккаунте, или вот если вы в образовательный тариф попадете, то можно попробовать там. А так в бесплатном тарифе, увы. Еще один сервис называется Beautiful. Это тоже сервис для красоты. Правда, он немножко тяжеленький. Сразу предупреждаю, ссылки могут тяжеловато открываться. Ну, смотря какой у вас компьютер, конечно, но он такой анимированный и очень качественный, поэтому это требует определенных ресурсов. Ну, если не откроется, просто, может быть, сохраните себе ссылочку куда-нибудь в закладке, а потом к ней можно будет вернуться уже. Название говорит само за себя Beautiful. Да, кстати, про канву я забыла сказать, что там есть опция совместной работы. Вот вы можете подключить соавторов и создавать вместе с ними. Beautiful – сервис для создания красивых презентаций, анимированных. Здесь условно-бесплатный сервис. Есть бесплатный тариф, он, в общем, очень неплохой. Представляет довольно большое количество шаблонов. Количество работ пока здесь не ограничивают. Шрифты поддерживаются. Есть хорошая анимация, разные гибкие настройки. В чем это заключается? Здесь можно шаблон менять. Один не понравился, возьмем другой. И при этом сервис начинает подстраивать все ваше содержимое под новый шаблон. То есть не нужно вручную все перестраивать, когда уезжают шрифты, исчезают надписи. Вот такое вот горе создателям. Здесь он позиционирует себя как умный сервис и может подстраивать контент под любые шаблоны, которые бы вы ему могли задать. Что здесь можно добавить? Тексты, инфографику, видео, аудио. Причем инфографика здесь очень интересненькая. Такая вот, например, это я про заповедники делала презентацию. Она еще и анимированная. То есть эти звездочки начинают постепенно загораться. Начинается все с нуля, а дальше циферка увеличивается, увеличивается, и одна за другой загораются звездочки. Такая анимированная инфографика получается. Здесь есть интересная опция создания облака слов. Когда сервис только появился, русский язык не поддерживался. Сейчас на русском тоже можно облака слов создавать что-то такое. Это слова, которые представляют собой какую-то красивую картинку, какой-то формы. Но чаще всего оно в виде облака, поэтому и название такое. Создаем список этих слов, вставляем сервис, и он их красивым образом выстраивает. Спасибо за ссылку на презентацию. Смотрим, что здесь можно сделать. Сервис до неприличия минимализирован. То есть тут вот пять кнопок вверху и пара кнопок внизу, которые позволяют управляться с презентацией. Немножко непривычно на первых парах. Давайте пробежимся, что здесь можно взять. Ну вот первое, давайте начнем с левой стороны, сверху. Первое с точечками позволяет менять шаблоны оформления, полистать разные шаблоны, пощелкать. Вы можете что-то написать, даже загрузить какие-то картинки, а потом щелкать шаблоны и выбирать оформление свое. Вот эти цветные кружочки означают, естественно, цвет. Смена цвета, оформление, вот это вот. Дальше. Следующие кнопки позволяют перехода. Ага, спасибо за подсказку. У меня, честно говоря, если возвращаясь к Анви, некоторые шрифты подписаны, что они поддерживают кириллицу, но по факту они ее не поддерживают. Это меня разочаровывает иногда. Но там вопросы, конечно, бываются. Дальше, следующая кнопочка для переходов между слайдами. Кнопочка с фотоаппаратом, естественно, позволяет добавить картинки. Ну и кнопка со стрелками позволяет добавить разные интересные интерактивные вещи. Например, можно сделать озвучку к этим слайдам, озвучить голосом, у вас получается такая звуковая выставка. Можно добавить музыку к слайдам. Ну, как фоновое сопровождение музыка загружается с компьютера. Внизу еще две вспомогательные кнопочки, которые помогают отрегулировать шаблоны. То есть вот я нажала, например, Grid Layout, и он предлагает несколько вариантов одного и того же шаблона. То есть можно в три колоночки сделать, можно в две, можно растянуть по слайду и так далее. С помощью вот этого их некитрового набора инструментов можно правильно расположить объекты на экране, чтобы получилось красиво. Отдельной строкой здесь стоит сказать про библиотеку изображений, которая здесь действительно очень большая. Мало того, они все рассортированы картинке по категориям. Единственный недостаток, что это на английском языке, поэтому если что-то искать, то писать над английскими буквами. Словами, в смысле. К каждому изображению можно добавить разные эффекты. Здесь большая библиотека эффектов. Вот видите, одного зайчика можно раскрасить чуть ли не в 10 разных видов и представить одну и ту же картинку в разных вариантах, в фильтрах. Собственно говоря, вы здесь избавлены от поиска картинок на просторах интернета. Можно все брать из библиотеки, тем более, что здесь нет проблем с авторским правом. Все это бесплатно. Если вдруг получится, что не нашлась картинка, ну тогда можно со своего компьютера без проблем загрузить, если это необходимо. И вот таким образом красиво все будет. Сервис подстраивает и переходы между слайдами, и анимацию картинок, поэтому получается безумная красота. На выходе получаем код и ссылку, чтобы добавить это на сайт и в блог. Давайте еще большей красивостью займемся. Сервис слайдс, вот эта ссылка тугая. Она перед самым вебинаром у меня категорически не хотела открываться. То ли сам сервис не очень сильный, то ли компьютер у меня не очень. Это презентация, которая листается сразу в двух направлениях. То есть ее можно традиционно листать по горизонтали, а можно листать еще и по вертикали. То есть пролистывать ее как ленту вверх и вниз. Интересная такая возможность, добавляет новизные ощущения для читателей. Ну, как это можно использовать? Например, по горизонтали сделать разделы выставки, а вниз по вертикали сделать книги в каждом из этих разделов. И читатель может самостоятельно путешествовать то слева направо, то сверху вниз по этим слайдам. Главное, чтобы не заблудился. Вот пример выставки я вам в чат отправила. Здесь она листается и вверх, и вниз, и справа, и слева. Такая интересная, неожиданная возможность. Сервис называется Slides. Он на английском языке. Здесь, хотя и нет надписей на английском, но тут придется немножко повозиться. Он по сравнению с предыдущими немножко сложнее. Хотя, если открыть все его возможности, то мы увидим, что их достаточно много. Изначально дают вот такое полотно. На нем слайд. Слайд – это вот эта вот сетка. Вот в эту сетку мы и будем все размещать. С каждой стороны по плюсику. Это для того, чтобы добавить следующий слайд. Либо вбок, либо вниз. Вот они добавляют слайды. Дальше, если открыть опцию добавки, это вот три точки внизу, то мы получаем список всех возможностей. Тексты, картинки, видео с YouTube, само собой. Shape и Line – это разные фигуры, линии. Вот это вот все. Все, необходимые элементы. Дальше, интересная опция и фрейм. Как утверждают создатели сервиса, внутрь можно встроить любой объект, у которого есть код. Я так потренировалась и взяла там пару викторин. На Ленин-Эпс попробовала вставить. Что удивительно, все вставилось. Это замечательно. Главное, чтобы не было никаких ограничений. Так что вот если есть какие-то встраиваемые интересные объекты, я имею в виду игры, викторины, вот такой интерактив, то можно попробовать поэкспериментировать. Дальше. Ну, таблицы, разные математические знаки и программистские коды, если это необходимо. Собственно говоря, основной вот набор инструмента. Сюда можно, естественно, добавлять свои картинки, загружая их с компьютера, и не обязательно брать их из библиотеки. Вот. Ну, если поразбираться немножко, в общем-то, все несложно. Единственное, что скачать ее, естественно, нельзя, но зато можно код и ссылку получить и встроить. Теперь про ограничения. Сервис платный. Это я вам рассказываю про небольшой бесплатный тариф. Почему он небольшой? Потому что дают мало места. 250 мегабайт. По сравнению с Кавеновой, это, конечно, на порядок меньше. Хотя тут и нет никаких больше ограничений, но вот 250 мегабайт как-то немножко грустно. Хотя, если интересную какую-то необычность создать, то можно попробовать. Получается действительно эффект новизны. Дополнительные настройки здесь по оформлению очень минимальные. То есть, вот предлагается вот такой вот набор шрифтов, набор цветовых схем. И внутри этого мы можем выбирать и двигаться. С одной стороны, это, собственно, просто, пару клавиш клацнуло, и все у тебя оформилось. С другой стороны, для любителей большого списка разных эффектов здесь не очень разгуляешься. Но все это, собственно говоря, такие возможности предоставляет сам сервис. Дальше. Еще немножко про красивости и про интерактивности. Сервис E-Maze, он довольно-давно существует. Представлял раньше возможность создать 5 презентаций бесплатно, а сейчас бесплатный тариф сократился до 3. Я с грустью думаю, что будет дальше, потому что несколько работ у меня здесь есть, и я хотела еще создавать. Но что-то пока оптимизма не внушает их тенденция. Но все равно стоит о нем рассказать, потому что они позиционируют себя очень амбициозно. Говорят о том, что они создают презентации в формате 3D-эффектов. У них есть готовые шаблоны как раз с 3D-эффектами. Можно загрузить свою презентацию с PowerPoint и применить к ней разные эффекты. Внутрь презентации можно добавить картинки, аудио, видео. Теперь ссылки, музыку, озвучку сделать. Давайте, собственно говоря, посмотрим. Я вам две ссылочки отправила. Первая ссылочка – это музыкальная выставка. Там аудио звучит за кадром, поэтому если она у вас откроется, не пугайтесь, что звучит музыка. Вот так она выглядит. А построена эта презентация на вот этом вот шаблоне. Шаблон называется, назывался «Галерея». Сейчас вот там добавилось еще одно название к этой галерее. Как-то появилось их две. Вот это «Галерея» и есть еще другое. Вот типа там «Лофт» – галерея такая с кирпичиками на стенах. Ну, в общем, слово «Галерея» – это вот тот самый шаблон. Как здесь все работает? Каждый слайд этой презентации размещается как будто бы на отдельной стене. Внутри вот такого виртуального музея. Вот это и есть 3D-эффект. То есть мы листаем слайды и перелетаем от стены к стене. Там музей, несколько стен, даже вот какие-то силуэты посетителей присутствуют. Вот такой эффект галереи, музейного пространства появляется. Вообще там, ну, это, наверное, самый эффектный шаблон. Там есть еще шаблоны, например, с газетой, статей. Каждый слайд – это статья из газеты, которые то приближаются, то отдаляются. Вот этот эффект анимации, приближение, удаление и дает такие 3D-возможности. Ну, изнутри как это все выглядит. Сервис упростился, до этого он был довольно сложноват. Сейчас стал полегче в плане освоения. Это приятно. Ограничения по объему фото у меня не пропали. То, знаете, создатели сервиса мне никак не прописали в бесплатном тарифе ограничения по объему. Там этого нет, там только по количеству презентации ограничения. Смотря вот как эти картинки были загружены. Может быть, они, если по ссылке загружались из интернета, может быть, поэтому и пропали. Ну, вот, честно говоря, не знаю. Так сложно сказать, почему пропадают картинки. По ограничения по объему здесь нет. Вверху 5 кнопочек для создания разного контента. Текст, картинки, медиа. Медиа – это можно видео с YouTube, например, добавить, можно озвучить. Есть замечательная кнопка «Fidget». Фиджет позволяет добавлять тоже такие интересные интерактивности, например, слайд-шоу, вставить прямо внутрь этой презентации. Причем слайд-шоу создается тут же, прямо не отходя, что называется, от кассы. То есть вы загружаете какие-то картинки, и сервис из них тут же делает слайд-шоу. Вы можете не только картинки, кстати, взять, но и кусочек видео, и получится еще интереснее. Вот, все это многообразие тут же вставляется на слайды, и получается действительно мультимедиа-интерактив в полном формате. Раньше у этого сервиса была возможность совместной работы. Сейчас ее убрали, это теперь платная опция. Увы. Как озвучить эту презентацию? Как сюда добавить озвучку? На быстрой панели доступа даже не обязательно и открывать кнопку «Медиа». На быстрой панели доступа достаточно найти вот такое вот изображение с рупора. Самое интересное, почему-то в этих презентациях видео подгружается к картинке. То есть щелкаем по любой картинке на слайде и нажимаем на эту кнопку и добавляем аудиофайл. Можно его добавить с компьютера. Единственное, что я тут заметила, что музыка не должна быть очень тяжелой. Чем легче будет файл, тем будет проще. Потому что если файл достаточно тяжелый, музыка будет тормозить, медленно работать, а в ряде случаев вообще не будет проигрываться. Тут вот придется экспериментом узнавать, как оно будет. Музыкальный файл, кстати, можно добавить по ссылке. Вкладка «Пасты» и «Юрл». Туда вставляется ссылка, если она у вас есть. Вы можете настроить работу этой музыки. Вы можете, чтобы он заканчивался прямо вот на этом же слайде, а можете растянуть. Для этого устанавливаем «Стоп» и «Он слайды». Выбираем номер слайда, на котором музыка должна закончиться. То же самое вы можете по времени сделать. То есть начать с такой-то минуты проигрывать и закончить на такой-то минуте проигрывания. Если вы хотите, чтобы по кругу длилась музыка, то выбираем опцию «Луп» закольцевать. Можно еще кнопку «Автоплей» взять. Это для того, чтобы как только вы открыли презентацию, она тоже заиграла. Выбираем опции, настраиваем как угодно, нажимаем «Эд» и все это у вас сохраняется. В итоге тут самое главное не переборщить с медиаэффектами и не переборщить с встраиваемыми объектами. Иначе презентация будет тяжелой, нам будет тяжело открываться и тяжело проигрываться. Вот такая есть опасность. Ну а так в целом, в общем, неплохой сервис. Можно попробовать, поэкспериментировать. Действительно что-то неинтересное и необычное можно создать. Еще одна необычная игрушка, необычный сервис. Это сервис Prezi позволяет создавать летающие презентации. Эффект полета достигается за счет того, что здесь приближаются, отдаляются объекты, увеличение и уменьшение масштаба происходит. Внутрь такой презентации можно добавить картинки, аудио, видео. В общем, весь основной набор элементов присутствует. Дополнительная опция – функция совместной работы. Пока она тоже бесплатная. Хотя Prezi тоже постоянно ограничивает свои возможности по бесплатному тарифу. Но определенный функционал, и здесь, в принципе, его достаточно для создания. Давайте смотреть. Вот пример выставки. Они не похожи совершенно на наши PowerPoint-презентации, потому что здесь и слайдов как таковых нет. Каждый слайд – это вот каждый такой кружочек. Когда мы начинаем такую презентацию просматривать, он постепенно будет по одному приближать кружочек слева направо, пока не закончат последний. На этом презентация закончится. Раньше бесплатно можно было это все сформатировать в режим видеофайла бесплатно. И можно было даже скачать к себе на компьютер. Сейчас это закрыто все. Но в любом случае код и ссылку мы получим на выходе. Prezi работает сейчас в режиме HTML5, который называется. Они обновили функционал, и они стали работать пошустрее. Раньше презентации Prezi безумно тормозили. Сейчас за счет обновления технологий все стало действительно летать. Здесь тоже не так много кнопочек. Самое главное – кнопочка Insert. Здесь с нуля создать не получится. Здесь придется выбирать шаблон. Я просто выбрала шаблон с айсбергом. Там, по-моему, есть шаблонов и с книгами, кстати. Дополнительно можно поменять фон. И через кнопку Insert мы начинаем добавлять элементы. То, что серым шрифтом, например, Comment, это не активная кнопка. То есть понимаем, что это платная опция. Все остальное, как вы видите, здесь бесплатно. То есть мы можем тексты, картинки загружать, иконки, анимацию. Можно отдельные слайды с PowerPoint импортировать, если у вас на компьютере есть что-то интересное. Стрелки формы, PDF-документы можно попробовать загрузить. Я не пробовала, но вот такая возможность есть. Аудио позволяет загружать озвучку, например, либо музыку, если необходимо. Ну и видео с YouTube. Через всего через нажатие одной кнопки. Рядышком кнопка Share, которая позволяет получить код и ссылку для того, чтобы делиться этой презентацией у себя на сайте или в блоге. Так что основные возможности довольно неплохие. Ну и кнопка Style, я не сказала, позволяет немножко поредактировать стиль презентации и поменять шаблоны. Да, интересный сервис, но он как раз на визуализацию рассчитыван. Большие тексты там не пройдут. То есть там минимальный какой-то объем информации. Буквально там книга и несколько слов о ней, что называется. Вот в таком варианте. Либо придется разбивать на несколько шаблончиков, на несколько слайдиков информацию. Ну, вот, как я уже сказала, у кнопки Share есть возможность получить ссылку. Есть вот еще кнопка Collaborate. Она позволяет совместную работу настроить. Пока это бесплатная опция, поэтому можно пользоваться. Пригласить соавторов, поработать над одним проектом. Ну, вернемся опять к русскому варианту. Сервис Удоба. О нем я рассказывала, но еще раз о нем расскажу. Сервис Удоба позволяет создавать интересные презентации с различным мультимедийным контентом и с большим количеством интерактивности. Пожалуй, если говорить самый-самый интерактивный, то Удоба, наверное, выиграет здесь. Ну, если не выиграет, то будет в тройке лидеров точно. Какой сервис полностью платный? Prezi? Нет. В Prezi есть бесплатный тариф. Удоба тоже. А Удоба вообще абсолютно бесплатный. Это сервис, созданный как раз для учителей в основном, ну и для библиотекарей в том числе. Позволяет создавать интересные презентации с обстраиванием опросов, викторин, разного интерактивного контента, картинок, аудио, видео, гиперссылок. Количество работ никак не ограничено. Все бесплатно абсолютно. Вы можете выбрать любой шаблон. Там, кстати, не только презентации есть. Там есть и викторины, и интерактивное видео, и виртуальные экскурсии, и интерактивные книги. В общем, много-много всего. Там более 50, по-моему, шаблонов сейчас. Кроссворды уже появились. Так что, вот, пользуйтесь, пожалуйста. Это очень неплохой вариант. Ну, давайте смотреть. Я вам вот эту ссылочку отправила. Вы там не пугайтесь, что откроется H5P. Ну, собственно говоря, у Доба она и вышла из H5P. И это ее родители, так сказать, перевели на русский язык и сделали бесплатно. Что здесь интересного в этой презентации? Кроме того, что здесь рассказ за творчество Носова, там еще периодически появляются вопросы, на которые читатель будет отвечать по ходу просмотра выставки. И на последнем слайде подведут итоги. Посчитают, сколько баллов вы набрали за все ваши отвеченные вопросы. Вопросы помечены кружочками внизу. Вот здесь вот у меня я насчитала 5 кружочков, значит, будет 5 маленьких викторинок, 5 маленьких вопросиков. Это интересно, необычно для детской аудитории должно подойти. Теперь немножко о сложностях. В этом сервисе нет шаблонов. То есть здесь, опять-таки, как история с Google. Здесь больше не для красоты, а больше для функциональности. То есть здесь очень простой, как вы видите, фон. Никаких там дизайнерских находок. Хотя в качестве фона вы можете использовать свою картинку. Если у вас какой-нибудь красивый дизайн, вы можете загрузить внутрь и растянуть на экраны. Будет фон красивый. Ну вот я взяла как раз слайдик такой, вот со звездочками растянула. Появилась у меня вот такой необычный слайд. А здесь я подписала все элементы, которые можно встроить внутрь этой презентации. Тут, если огласить и весь список, то это довольно долго получится. На что стоит обратить внимание? Про изображение и ссылки я уже говорить не буду. Здесь интересная навигация. Можно внутреннюю навигацию сделать. Вот этот якорек такой. Аудио загрузить с компьютера. И разные виды викторины сделать. С пропусками, с одним ответом правильным, с несколькими. Правда, ложь. Задание, когда нужно переносить текст. Соглашаться или не соглашаться с утверждениями. Что у нас тут еще? Отмечать слова. Переворачивать карточки. Это называется диалог карты. Таблицы вставлять. Интерактивное видео можно вставить. И даже контент из твиттера подтянуть, если это нужно. В общем, тут по количеству интерактивных элементов очень приличный такой списочек получается. Работать в этом сервисе как? Получаете слайд пустой. А дальше к нему просто добавляете разный контент. Внизу кнопочки вспомогательные для того, чтобы добавлять слайды, копировать, фончик заливать, менять их местами, ну и удалять. Собственно говоря, несложно, правда, придется немножко повозиться. Выбираете любой вид контента, который вам нравится, нажимаете на экране, начинает, и открывается, он появляется на экране, ваш элемент, по нему щелкаете, и открывается вот такой конструктор. Это, например, я решила текст добавить. Редактор появляется текстовый, куда мы вписываем этот текст. Ну и небольшие такие настроечки. Можно там шрифт поменять, заголовок добавить, цвет, наклон и так далее. Сохраняем. Это, например, гиперссылка. Мы можем дать название этой гиперссылки, а дальше конкретный номер слайда, куда она будет ввести. Это вот к вопросу о навигации. Если на первом слайде мы поставим обложку книжки, то мы можем отправить пользователя на тот слайд, где находится эта самая книжка. Презентации действительно получаются неплохие, согласна. Это медиавариант. Например, здесь у нас можно добавить картинку. Ой, не картинку, а викторину. Multiple choice – это викторина с выбором правильного ответа. Вопрос, ответы – все прямо в самой презентации. Отдельно ничего создавать не надо. Просто открывается конструктор, мы его заполняем, сохраняем, и он появляется у нас на слайдах. Да, автоматически все должно сохраняться. Здесь идет автоматическое сохранение, поэтому я думаю, что когда вы зайдете опять в свою работу, там все будет на своих местах. За это беспокоиться не надо. Сейчас современные сервисы позволяют делать автоматическое сохранение буквально не каждую секунду, но вот посекундно. Удобно можно, мне кажется, здесь автоматическое все присутствует, хотя после того, как мы все-все добавим в презентацию, там будет все равно кнопочка «Сохранить», и вы после нажатия этой кнопки откроете готовую презентацию. Но весь контент, который вы вставляете, вы всегда сохраняете кнопкой. То есть контент никуда не должен, по крайней мере, исчезнуть. Ну вот такая викторина может быть не просто с текстом, с выбором одного из нескольких, может быть викторина с картинками, с текстовыми. К сожалению, скачать ее нельзя. Здесь только по ссылке и по коду. Код встраиваем на сайт и в блог, и ссылку можно делиться в социальных сетях, например. Лучше это смотрится во встроенном виде. Это такой интересный сервис, который ориентирован как раз на встраивание. Поскольку он для преподавателей, в основном преподавателей, свои сайты, блоги, ну вот прежде всего на них ориентирован. Хотя можно получить, чтобы ссылка была на весь экран. Так вот можно сделать. Для этого мы копируем код, из этого кода вырезаем ссылку, которая в кавычках, внутри этого кода. И тогда презентация будет по ссылке открываться сразу на весь экран, без всяких вспомогательных элементов. Вот. Такая маленькая хитрость. Ну, добрались мы до... Ну, лидера не лидера, но вообще об этом сервисе пишут много, часто. Если наберете виртуальная выставка, то в большинстве случаев вам выдадут работы, созданные в этом сервисе. У меня огромное количество ссылок было, всяких разных выставок. Но первую ссылку я отправила в то, что я сделала сама. Александр Постоинский «Недобитая песня» – это моя выставка. Ну, и дальше выставки коллег. У меня такая посерьезнее выставка, потому что пойду фронтовику посвящена. Ну, а вот вторая выставка, она повеселее там, с игровыми заданиями. Собственно говоря, Дженниали сумел соединить в себе и красивости, и функциональности. Вот, поэтому его все так любят, и он действительно вообще отличный инструмент. Количество работ здесь не ограничено. Правда, часть шаблонов будет платной, но их можно отсортировать, чтобы не расстраиваться. Просто выбрать шаблоны, помеченные free, бесплатные, и, собственно, из них выбирать. Более 30, да, действительно, там 30 и больше, они постоянно добавляются, меняются, пересматривают. Иногда шаблоны просто куда-то исчезают. Ну, в общем, там постоянно идет работа у создателей этого сервиса. Работать в нем очень просто. Он очень такой доброжелательный, хотя и на английском. Тут два варианта выставок можно сделать. Один вариант простой, создается на основе интерактивного изображения, интерактивного блокада. Так и называется шаблон interactive image. В качестве старта дается фотография реальной выставки. Ну, например, да, и на эту фотографию наносятся интерактивные метки с дополнительной информацией. Ну, вот, например, возле каждой книжечки метка, и если на нее нажать, то получится, на большом экране появляется обложка книжки, ее описание, все как полагается. Анотация, какие-то исполнительные справочные материалы по этой книжке. Вот такой вариант. Это один вид шаблонов, называется интерактив image. Другой вариант шаблонов – это обычная стандартная презентация. Ну, не стандартная, но презентация. Вот там есть слайды, мы их добавляем, и на них размещаем контент. Здесь большое количество возможностей для создания интерактива. Ну, например, вот эти вот все кнопочки – биография, творчество – это все интерактивные кнопочки, на которые можно щелкать, переходить на разные слайды, возвращаться назад, просматривать в обычном формате, либо выборочно. Кому как удобнее. Все это настраивается, все это делается внутри самого сервиса. Ну, вот, например, шаблоны для презентации. Сразу отсекаем премиум. Премиум – это желтенькие. Вставлять нужно точечку напротив free, и тогда отсортируется только все, что бесплатное. Далее. Ну, вот, например, такие шаблоны, как газета, ежедневник. Там много всего красивого и необычного, постоянно что-то новенькое появляется. Ну, я потренируюсь на моем формате. Собственно говоря, какой бы вариант вы ни выбрали, интерактивную картинку или презентацию, набор инструментов с левой стороны будет один и тот же. Тексты, картинки – это разные изображения из библиотеки. Ресурсы. Здесь можно найти иконки, разные дополнительные элементы оформления. В общем, здесь большая довольно библиотека, можно поискать, посмотреть. Дальше. Смарт-бокс – это кнопочка для добавления разной красивой инфографики, диаграмм, графиков и так далее. Правда, там часть будет платная. Сразу предупреждаю. Бэкграунд – это фон. Ну, это актуально для презентации. Например, можно фончик перекрасить. Пейджис позволяет добавлять новые странички и открывает список всех страниц по порядку, как в Powerpoint. Вы можете их менять местами, если нужно. Пропустила я одну кнопку «Интерактив элемент». Это кнопочка для того, чтобы добавлять сюда различные интерактивные метки. Вот как у меня сейчас на экране звездочки, там лопа есть и так далее. Интерактивные метки нужны для того, чтобы к ним прикреплять дополнительное содержание. Разные, может быть, ссылки, текстовые маленькие фрагменты, пояснения, аннотации, комментарии и так далее. В общем, все, что захочется. Ну, что касается дополнительных элементов, которые можно сюда добавить, например, аудио, видео и встраиваемые объекты. Вот мы видим, что можно аудиофайл перенести с компьютера, не более 15 мегабайт. Можно добавить по ссылке интерактивный контент. Можно попробовать озвучить, если подключить микрофон. Ну, и видео с YouTube добавляется тоже. На слайды презентации. Как работаем с интерактивными метками? Добавили ее. Сразу, когда вы будете их добавлять, откроется огромный список этих меток. Выбираем любую. Их можно перекрашивать, уменьшать, увеличивать. Поставили ее в нужное место. И дальше появляются две такие кнопочки. Одна ладошка, а вторая такая летающая комета. Если мы выбрали ладошку, то это значит, мы сюда будем крепить сейчас какой-то интерактивный контент. Контенты там бывают разных видов. Бывает всплывающее окошечко, и там просто какая-то дополнительная информация. Сейчас про аудио расскажу. Там есть маленькие хитрости. Что там еще может быть? Может быть, просто сразу окно открывается целое, и там внутри этого окна вы можете добавить много-много всего. Можно сделать переход в каком-то веб-ресурс. И можно сделать переход на другую страницу, на другой слайд. Вот четыре варианта развития событий. Например, вы выбрали всплывающее окошечко или большое окно. У меня в данном случае открыто в винду. Это большое окно. Появляется вот такой редактор, похожий на текстовый. Сюда мы вписываем какой-то текст, можем добавить картинку. А еще вот в красную рамку я вынесла вот такой вот код. Такая вот скобка ломаная. Если на нее нажать, то мы попадаем в раздел «Разметки». И внутрь этой разметки мы можем вставить любые встраиваемые объекты. Игры, викторины, в общем, все, у чего есть код. Я потренировалась, например, на видео с YouTube. Вот я взяла этот код. Тут некого объекта. Он у меня вот в фиолетовом шрифтом выйдет. Я его вставила в разделе как раз вот этой вот разметки. Затем второй раз нажала, и видеоролик у меня появился там же под текстом. То есть вначале был какой-то сопроводительный текст, а после этого появился видеоролик. Точно так же вы можете встроить и различные другие объекты. Например, викторину, что там еще, презентацию какую-нибудь. В общем, все, что можно только представить. Да, аудио. Насчет аудио. Да, аудио сейчас стало платной опцией, когда только-только сервис появился, оно можно было бесплатно добавить, как можно теперь с аудио работать. А вот как раз через этот код. Только нужно, чтобы это аудио было где-то опубликовано. Не обязательно в конец, вы можете добавить в середину. Это я в конец добавила. Вы можете в любом месте разметки щелкнуть и вставить туда. Так что не обязательно в конец. Можете в начало вставить самое, как угодно. Главное потом перещелкнуть обратно и посмотреть, как строилось. Вот точно так же. Аудио теперь платно загружать с компьютера, но зато если это аудио вы нашли где-то на сайте, получили на него, например, код для встраивания, вы можете встроить это аудио вот сюда, в это окошечко. И таким образом у вас аудиофайл будет звучать. Либо аудио можно загрузить на YouTube и вставить с YouTube. А вот с YouTube абсолютно все бесплатно. Вот такие маленькие хитрости с аудиофайлами. Еще вот эта вот падающая комета, она позволяет настроить анимацию у этой интерактивной метки. Здесь анимация на вход, на выход, на перемещение, на приближение мыши и так далее. Огромное количество спецэффектов. Выбираем, если нужна анимация. Если мы взяли готовый шаблон, то там чаще всего уже какая-то анимация есть, она настроена, можно ее поменять, а можно и оставить так, как есть. Рассказывать можно много, он действительно такой большой, многофункциональный. Здесь много всего интересного. Игр их очень много, кстати. Здесь игрового контента много. Викторины разные. Тартс, тротики китай. Там какой-то пловец плывет. Стандартные викторины, нестандартные. Квесты, путешествия, пиратские сокровища. Очень много-много всего здесь внутри этого сервиса есть. Будем надеяться, что он еще долго будет нас радовать своим хорошим бесплатным тарифом. Могу сказать только, что у этого сервиса есть группа на Фейсбуке и ВКонтакте, называется «Мы все дженели». И там периодически проводятся разные конкурсы, игры, акции. И по итогам акции иногда можно выиграть себе бесплатный тариф на полгода. Если вы что-то создаете и долго работаете в этом сервисе, можете похвастаться своими работами и глядить, что-нибудь выиграете. Мне на полгода дали. Может быть, уже сейчас нагадают, у меня на полгода скоро заканчивается уже. Так что, если вы хотите дальше развиваться в этом направлении, можно попробовать. Еще раз про звук. Смотрите, звук нужно взять либо с YouTube, он загружен как видеофайл, то есть там какая-то картинка и звук звучит за кадром. Либо вы найдете где-то на сервисе стороннем. Самое главное – получить на этот звук код. Этот код мы вставляем, как я сказала, в окошечко. Открываем разметку, она ломанными линиями открывается, и вставляем в начало, в конец, в середину, как угодно, куда хотите. Вставляем этот самый код. И перещелкиваем обратно на эти ломанные, нажимаем, и это музыкальный файл у вас появляется. А здесь перед файлом можно написать, если вот я убрала чтение стихов, я писала стихотворение, читая тот-то и тот-то, стихотворение такое-то, а дальше, собственно, и само стихотворение. Таким образом, это все приходится придумывать такие хитрые жульства. Ну и самое последнее – Дженнили дает возможность совместной работы. Если после того, как работа сохранена, вы перейдете в личный кабинет, увидите там две кнопочки. Кнопочка с человечком, здесь вы можете пригласить соавторов. Ну и кнопочка вот с такими точками и ломанной линией между ними, эта кнопка «Поделиться». Получаем код и ссылку, чтобы встроить на сайты и блоги. Ну, давайте пойдем дальше. Заканчивая тему презентации, хочу показать еще один хороший инструмент. Называется сервис Sway или Sway, по-разному его называют. Это сервис, который позволяет создавать виртуальные выставки в виде таких нестандартных презентаций. Их можно и листать, и просматривать и сверху вниз, и справа налево. Одну и ту же работу вы можете расположить и так, и так, и выбрать, какой вариант вам больше нравится. Сервис Sway – это, собственно говоря, детища Microsoft. Они его придумали, но не как конкурента PowerPoint, а как его, так сказать, собрата, который позволяет быстро опубликовать презентации в сети интернета. Действительно, получается быстро. Они оставили все возможности PowerPoint, то есть здесь можно и картинки, и тексты, и видео, и аудио, и даже в соцсети можно добавить, и встраиваемые объекты плюс. Но упростили максимально. Здесь нет подробных настроек по оформлению, но зато все очень быстро и очень функционально. Единственное, что нужно зарегистрироваться в Microsoft. Если у вас есть лицензия, лицензионная версия Windows стоит, то у вас наверняка такая учетная запись уже есть. Если нет, можно зарегистрироваться, это несколько минут займет. Ну вот, одна из выставок выглядит следующим образом. Если навести мышкой на обложку, то всплывает аннотация, мы видим тут гиперссылку и дополнительно какая-то информация. Это самый простой вариант. На самом деле здесь можно еще больше интересного сделать. Вы можете загрузить уже готовую PowerPoint-презентацию внутрь, и тогда сервис разложит ее на составные элементы. Вот у меня был рассказ о книге «Брестская крепость». Я загрузила, и он мне вот так разложил это все по слайдово. Вернее, не по слайдово, а просто сделал ленту из всего этого. С правой стороны мы видим настройки. Можно выбрать стиль по вертикали. Если не нравился, по вертикали переключаемся, по горизонтали. Либо слайды оставляем, как были. Дальше. Дальше разные виды цветового оформления. Шрифт, цвет. Просто щелкаем, и все тут же меняется у нас на глазах. Вручную ничего делать не нужно, просто выбираем готовый вариант. Можно начать с нуля. Если ничего нет, можно создавать. Тогда мы переключаемся в другой режим. Тут у нас режим назывался «Конструктор», а мы переключаемся в режим «История». И здесь через значок «плюсик» мы начинаем добавлять, лепить нашу презентацию из квадратиков. Кубиков составлять. А кубиков здесь довольно много. То есть мы можем создать текст, картинку, текст, картинка, разные варианты медиа. Рядом нам подсказочки для фона, для картинок, для использования. Есть большая библиотека, оттуда можно взять. А кнопка «Мое устройство» позволяет загрузить картинки, например, из своего компьютера. В качестве медиа и файлов. Здесь все загружается. Видео, например, по ссылке с YouTube загружается. Аудио тоже по ссылке можно добавить. Здесь хорошие или интересные истории с фотографиями. Они могут красиво в фотогалерею сложиться. Она необычная, ее можно листать. Она будет сама перелетать. Красиво перелистываться и многое-многое другое. Плюс здесь еще есть опция совместной работы. Можно пригласить соавтора в код, ссылка, все как полагается. Встраиваем на сайт и в блоге без проблем. Очень простое в освоении сервиса. Если надо что-то быстро сделать, ну вот как вариант, можно использовать свай. Красиво и несложно. Ну и еще несколько слов. Я немножко уже начинала, когда говорила про джениали. Мы когда выставку делали на основе одной картинки, по сути мы делали выставку плакат. Их так и называют интерактивные плакаты. Вот еще несколько инструментов. Вашу копилку, если вы решите по поводу плаката что-то сделать. В этом формате. Сервис МОО, он давно существует. В нем много создано уже разных интересных работ. Он работает тоже по принципу кубика. Регистрируемся, выбираем шаблон для оформления. А дальше в этот шаблон вставляем разные виды контента. Бесплатный тариф, к сожалению, только три работы позволяет создать. И еще такой сразу недостаточек. Он не всех шрифты поддерживает. Тут может быть с кириллицей проблема. Очень небольшой набор кириллических шрифтов. А так он очень простой. Если, например, вы можете посоветовать что-то детям, подросткам, где можно поработать. Вот, например, в этом сервисе. Это сервис для создания флайеров, так называемых. Но его приспособили под виртуальные выставки. Ну, вот такая выставка. Ссылочку я вам на нее отправила. Это подложка. На ней такая лента, которая пролистывается вниз. А внутри этой ленты разный контент. Вот списочек контента. Тексты, картинки, аудио. Дальше можно вставить ссылку, гиперссылку. Интересная штука форм. Она позволяет добавлять опросы и викторины. Дальше. Которые создаются тут же, прямо внутри этого сервиса. Заголовки, фотогалереи, видеоролик с YouTube. Разные интерактивные кнопки. Называются они батом. Это кнопка, к которой привязана ссылка на какой-то веб-ресурс. Таким образом настраивается интерактивность. Если это у вас рассказ о каком-то писателе, здесь есть кнопочка «Био» для добавления биографии, например. Единственная платная опция здесь – это добавление, подгрузка файлов. Профайл. Все остальное бесплатно. Сервис давно работает и тариф не меняется. Как был, так и остался. Поэтому можно порекомендовать его как надежный инструмент. Клокстер. Это образовательная платформа, которая позволяет делать тоже несложные интерактивные плакаты. Но она мне не очень нравится, сразу скажу, потому что она, во-первых, тяжеловата. Во-вторых, уж слишком много ограничений. Вот такая любопытная выставка получается. Хорошо подходит, наверное, для детской аудитории. То есть вот такие интересные неформальные объекты. Карандашики разные, облачка красивые. Такие штучки, не знаю, как их назвать, похожие на липкую ленту, которой картинки прикрепляют. Кнопки такие. Все здесь необычно. Мы видим, что можно добавить даже видеоролики с Ютуба. И, собственно говоря, получается такой действительно интересный плакат. Мультимедиа, интерактивный. Но всего сейчас в бесплатном тарифе почему-то можно добавить только 6 объектов. А это, как вы понимаете, очень-очень немного. Но все равно покажу, как изнутри это все выглядит. Вот так. Нам дают какое-то пространство. Мы можем его наполнить своим содержанием. Поменять здесь фон можно, добавить свою картинку, выбрать какие-то элементы. А вверху кнопочки нам помогают эти элементы добавлять. Графика, картинки. Волл – это как раз фоновое изображение. Аудио, видео. Даже можно 3D-модели встроить. И вот здесь есть кнопка «Embed». Она позволяет встраиваемые объекты добавлять. Я вот не экспериментировала с ними. Вполне возможно, что они тоже хорошо вставляются. Но, к сожалению, получится тяжеловесный этот плакат. Ну и 6 элементов мне лично маловато для творчества такого объема. Хотя, если вы хотите сделать выставку-открытку с минимальным количеством элементов. Там фотография писателя, какая-то цитата. И что-то еще, какой-то необычный факт. Пару обложек книжек, то это хороший вариант. Можно попробовать. Сервис SyncLink. Вот это такой сервис любопытнейший. Потому что он постоянно пересматривает свои тарифы. И постоянно меняет свой интерфейс. Я не успеваю за ним просто следить. Вчера зашла, и там опять все не так. Пришлось срочно изучать их новую тарифную политику. Что они еще придумали. Дело в том, что когда-то SyncLink был абсолютно бесплатным сервисом. И в нем здорово работалось. Сервис для создания интерактивных плакатов. Сейчас почему-то они подняли цены и так неплохо полили. Хотя у них остался бесплатный тариф. Я пока не очень поняла в их описаниях, чем бесплатный отличается от платного. Но насколько я поняла, в платном тарифе есть опция совместной работы и большого подключения участников. Вот в бесплатном тарифе я опции совместной работы не увидела. Хотя она раньше вроде как была. Может быть плохо смотрела. Ну, в общем, что позволяет этот сервис сделать? Загружаем фоновую картинку. На него добавляем интерактивные метки. А к каждой метке свое содержимое. Количество интерактивных плакатов здесь не ограничено. Я в бесплатном тарифе посмотрела. Собственно, все работает. И можно попробовать им воспользоваться. Основной базовый функционал здесь несложный. Более того, SyncLink переведен на русский, поэтому здесь работать несложно. Я загрузила случайную картинку. Добавила на нее несколько кнопочек интерактивных меток. И выяснилось, что у них можно менять цвет, анимировать их. Дополнительно можно попробовать загрузить аудио. У меня даже получилось что-то бесплатно загрузить. Как фоновое изображение, например. Что еще? К каждой метке можно добавить интерактивный контент. Это может быть текст, это может быть картинка, это может быть видео с YouTube. Такой очень несложный функциональный сервис для простых интерактивных изображений. Конечно, он Дженни Али уже уступает. Дженни Али намного круче смотрится. После него SyncLink уже как-то не очень выглядит. Насчет интерактивного видео я не смотрела. Я посмотрела только плакаты. Плакаты у меня удалось открыть по ссылке для просмотра. Я скопировала ссылку, открыла в другом браузере, где я не зарегистрировалась в сервисе. У меня все открылось. С интерактивным видео вид. Видно, сложнее. Понимаете, сервис такой хитрый, что у него очень сложно найти их ограничения. Они нигде не прописаны. Даже не написано, на сколько дней дают бесплатную версию, какие там ограничения. Чудеса просто какие-то. Но пока работает, хорошо работает. Как только я узнаю подробнее о нем, более подробную информацию расскажу. Так или иначе, да. Сейчас по всеми от опыта сейчас отвечу. Да, я услышала ваши вопросы, увидела. Ну, опять возвращаемся к нашему любимому сервису удоби. Все тот же вариант, но уже шаблон другой называется. Интерактивные области на изображении. Принцип работы абсолютно такой же. Добавляем метки на какую-то картинку. К каждой метке прикрепляем содержимое. Можно в качестве содержимого добавлять тексты, аудио и видео. Ну, вот в удобе все отлично. Там все бесплатно, загружается с компьютера. Ограничения только на видео и аудио до 16 мегабайта. Они не слишком тяжелые должны быть. Ну, а так, в общем, все очень несложно. Да, плакаты я использовала. С интерактивным видео я пока не связывалась. Пока оставила его на потом. Чуть попозже разберусь. Потому что интерактивное видео они переделали вообще. Если плакаты по принципу работают такому же, то в Синклинке видео сейчас как-то переделалось. В нем надо разбираться отдельно. Собственно говоря, как это все выглядит. Загружаем картинку. Дальше выбираем, что будет всплывать в нашем окошке. Текст, видео, имидж. Имидж-картинка, значит. Можно добавить один элемент, можно все три, а можно и не по одному разу их добавить. Количество контента, которое вы прикрепляете к одной метке, не ограничено. Но ограничено только окошко, в котором это будет отображаться. Если контента много, то появится полоса прокрутки. И надо будет листать, листать, листать. Поэтому проще разбить на несколько меток, небольшими кусочками, дозированную информацию распределить. Собственно, особо тут говорить нечего, потому что все очень простенько. Ну и заканчивая долгие вебинары, я задержалась сегодня. Виртуальная выставка. Сервисов для создания виртуальных досок много. Я остановлюсь только на одной, которую хорошо приспособили под запросы виртуальных выставок. Это сервис Padlet. Тоже очень известный, очень простой на русском языке. Вообще, это сервис для размещения какого-то контента разнообразного и для совместной работы с ним. Вы можете дать доступ и сделать совместную какую-то экспозицию с коллегами или со своими читателями. Ну вот, примерчик выставки книги-юбиляры. Собрали на одной доске сразу большое количество контента, буктрейнеры, тексты, картинки, аудио. Получилась очень интересная выставка. Да, мне тоже понравилось в удобе, согласна с вами. Как работает в сервисе? Здесь вообще все предельно просто. Открываете сервис, регистрируетесь в нем. Помним, что в бесплатном тарифе три доски можно создать. Зато появились шаблоны досок. Раньше была просто пустая стена, на которую, как попало, размещался контент. Сейчас его можно структурировать. Там есть, например, доска с колонками, и у вас строго по колонкам вся информация будет распределяться. Там есть лента времени, если по хронологии событий. Например, книжки расставляете по году издания. Что-то наподобие карты можно создать и так далее. Да, падли тоже стали хитрые и усекли бесплатный тариф. Ну вот список контента, который можно в падли добавить. Есть гиперссылки, разные встраиваемые объекты, озвучку. Можно на доске рисовать, писать, добавлять карту, видео с ютуба и многое-многое другое. И даже прикреплять туда разные документы. Возможности-то, конечно, много, но все ограничивается тремя выставками, к сожалению. Поэтому мне пришлось создать два аккаунта в падли. И вот таким образом вышло из ситуации, когда нужно было пять досок создать. Жаль, но сервис очень хороший. Заключение. Я говорила в самом начале, что сейчас выставка так трансформировалась виртуально, что иногда она напоминает просто подборку каких-то интересных веб-ресурсов, тематическую подборку. Вот есть специальные сервисы для создания тематических подборок, чтобы совсем уж не утруждать себя, а не создавать огромные презентации из 50 слайдов со всеми веб-ресурсами, которые у вас есть в копилочке. Можно их собирать на специальных платформах. Таких платформ существует две. Одна из них называется Pinterest, это англоязычная, а другая ее аналог на русском языке Pin.me. Это сервисы, которые позволяют аккумулировать разный контент, а конкретно разные полезные ссылки на веб-ресурсы. Может быть и не для виртуальных выставок вам пригодится, а просто собирать какую-то полезную информацию, чтобы она всегда была под рукой. Я одно время собирала, потом уже стала лениться. А так, сразу скажу, что это действительно несложно, чтобы не тысячу закладок на компьютере делать, а все собирать в одну досочку, красивенько там все разложить, оформить и потом делиться с другими пользователями. Самое главное здесь делиться. Как это все работает? Регистрируемся. А дальше просто добавляем через кнопочку плюсик создать пин. Пин – это и есть, собственно говоря, объект, который вы будете добавлять на вашу доску. Нажимаем и вставляем ссылочку на веб-ресурсы. Тут вот в пин.ми еще есть возможности добавить свое настроение, какие-то ключевые слова подписать и так далее. Пинтерес, сразу скажу, он немножко более функциональный, он позволяет добавлять веб-ресурсы, на которых даже нет картинок. Например, какой-то интересный текст вы нашли, в нем нет картинки, и интерес все равно все добавит и сделает. А вот если на пин.ми точно такой же ресурс добавлять, он может заортачиться и может не заходить его прикреплять. У этого сервиса есть опция совместной работы. Вы можете одну общую доску создать для нескольких пользователей, пригласить других и все вместе наполнять содержимым. Ну, по сути, это тоже виртуальные доски, так уж строго, вернее, не строго говоря, на которые тоже можно собирать материалы. Но материалы здесь добавляются только по ссылкам. Любой контент, тексты, видео, может быть, даже ссылки на аудиофайлы какие-то. Так что можно вот такие небольшие тематические подборки интересных веб-ресурсов создавать. Был вопрос по поводу сервисов для новичков. Для новичков я бы посоветовала все сервисы на русском языке. Но так будет проще сориентироваться. Самый простой, если брать презентации, это презентацию Google, естественно. Zoha не очень сложный сервис. Что у нас там еще? Удобо хороший, функциональный, тоже не очень сложный. Padlet из виртуальных досок очень простой, вообще простейший просто элемент. Что у нас еще? Ну, они каждый по-своему интересен. Все, что на английском, это уже будет чуть-чуть посложнее. В заключении, для любителей виртуальных выставок я предлагаю активность. Это активность, сразу скажу, не моя. Это активность на портале Вики Сибириада. Но так удачно совпало, что она как раз выпала наперед вебинара, поэтому я о ней расскажу. Акция называется «Час виртуальных выставок настал». Продлится эта акция до 25 октября. Если у вас есть чем похвастаться, и вы захотите похвастаться своими чудными выставками виртуальными, то вы можете поучаствовать, вам за это дадут сертификат участника. Вот. Так что интересно. Кстати, пройдя по этой ссылке, вы можете посмотреть на работы участников, они открыты, и вдруг какие-то идеи увидите. Так что вот, рекомендую в заключении нашей сегодняшней встречи. Прошу прощения, что задержалась. Я сегодня как-то очень разговорчиво оказалась. Не следила за временем. Но я надеюсь, что... Повторите еще раз, где в дженеале можно выиграть платную подписку. Рассказываю. Выбирайте социальную сеть либо ВКонтакте, либо на Фейсбуке, где, собственно говоря, вы прописаны. Называется группа «Все мы дженеале». Она одинаковая там и там называется. Заходите, регистрируйтесь, ну, просите на допуск в эту группу, и там на стену можно кидать ссылки на свои работы. Там постоянно проводятся какие-то конкурсы, активности разные. Вы просто в этом участвуете, вас заметят и наградят вас платной подпиской. А можно ссылку на эту акцию в чат? Да, хорошо, я сейчас отправлю ссылку на эту акцию. Для тех, кому интересно, можете... Я там очень много для себя подчеркнула интересной информации. Вот, пожалуйста, ссылка на Вики Сибириаду. Очень далеко чат вперед убежал, я не все, по-моему, вопросы ответила. Так, ссылочку я отправила. Еще был один, по-моему, вопрос, который я потеряла. Так, там образовательных учреждений, библиотеки. Это что имеется в виду? Там это все в группе «Джениали». Нет, в группе «Джениали» там самые разные посетители и пользователи. Там и педагоги, и учителя, и преподаватели разных учебных заведений. Поэтому там без ограничений, там не смотрят, из каких образовательных учреждений библиотекари приходят. Вот, ну и, надеюсь, я ответила. А если не поняла, то вы мне напишите в чате, если я что-то не так поняла из вашего вопроса. Так, был на вашем вебинаре в прошлый понедельник про публикацию электронных книг. Слушал с телефона, нет возможности скачать материал. Можно ли его сейчас выложить? Вот, прямо сейчас под рукой у меня его нет, мне надо в компьютере искать. Но вообще я вас приглашаю в группу «ИКТ-мастерилки» для педагогов и библиотекарей. На Фейсбуке эта группа, даже если вы на Фейсбуке не зарегистрированы, можно просто в поиск набрать, и я думаю, она откроется у вас. И там, если полистать ленту чуть вниз, там будет и презентация, и запись вебинара. Вот, вы можете прямо оттуда все и скачать. Вот, если не получится найти и скачать, напишите мне на адрес электронной почты, я пришлю вам на почту. Так, ссылку на группу. Сейчас, минуточку. Сейчас я открою Фейсбук и скопирую вам ссылку на эту группу. Она вмонтирована в саму презентацию. Так, нашла. Вот, пожалуйста, ссылка на мою группу, кому интересно. Спасибо большое. В КТ-мастерилке я стараюсь писать и контролировать процесс, но, к сожалению, понимаете, ограниченное время, к тому же очень дозыщенная программа, сейчас вебинарная. Не все успеваю. Поэтому спасибо за внимание, что приходили, что слушали. Приходите еще на следующем вебинаре. Продолжим беседу. По-моему, у нас следующий вебинар будет про электронные игры, если я ничего не путаю. Спасибо большое за добрые слова. Рада, что вы следите за мной и за группой. Ну, вот, всего доброго. Да, я понимаю, что время позднее, у всех разное время, но, к сожалению, я работаю до 5 часов, все упирается в мою работу. Я бы рада в 12 проводить, но я на рабочем месте, и у меня основная работа в этот момент в самом разгаре. Поэтому, увы, пока получается так. Но вы все равно регистрируйтесь и смотрите записи вебинаров. А я всегда готова рассказать вам о чем-нибудь интересненьком. Ну, тогда будем прощаться на сегодня. Хорошего вам вечера, хорошей ночи, кому как. Ну, и до новых встреч через неделю.